Добрый день, сегодня прогоним пару матов про некое в очаг ревью, он же Чакелла, он же режиссер не по годам, ну и так далее. Сучуышек были, сука! Этот видик должен был выйти на самом деле еще 4 года назад, когда вышла подделка Чакеллы под названием Нержавеющий. Но осенью 2018 года, когда фильм вышел в кинопрокат и когда появились гневные отзывы о нем, у меня на канале было всего пару тысяч подписчиков и тема убогих фильмов меня не особо интересовала, да и сам Чакелла для меня был тотальным нонеймом и я тогда в принципе интересовался только твичом и делал ролики про твич. Но спустя 4 года Чакелла все-таки стал неотъемлемой частью лора нижних интернетов и как бы он не копротивлялся, но он войдет здесь в историю как Чакелла режиссер не по годам. Как блогера Чакеллу я никогда не смотрел, опять-таки чисто случайно 4 года назад мне в рекомендациях попался обзор на его фильм Нержавеющий и оттуда же я узнал, что есть такой блогер и есть такой фильм. Также довольно часто имя Чакеллы звучало из уст бизнесмена не по годам в контексте биорассуждения об обрихе, ее личной жизни. И вот спустя 4 года на стриме мне как-то вспомнилось, что а есть же этот фильм Нержавеющий от Чакеллы и нужно все-таки его посмотреть. Потому что я когда пытался его посмотреть в 2018 году, в 2019 я его вырубал через 5 минут, так как духота нереальная. Но на стриме хотя бы чат есть, который можно почитать и поржать, так что я вытерпел и посмотрел это творение полностью. Вот так вот, Карлики, так и живем, блядь, жизнь наша холостяцкая. 40 лет без телки прожил Карлики. Вот так вот. Вот вы спросите, как оно, Маслаков, как? Нормально, Карлики. По сути это даже не фильм, а обзор кринч-сюжетов РЕН-ТВ, которые прокатали в кинотеатрах. И при этом даже не имея прокатного удостоверения. Ну, Чакелла, но умен не по годам. Но вход на данное творение стоил от 500 до 1500 рублей. Спустя пару месяцев после премьеры Чакелла этот фильм выложил на свой канал на ютубах. Чем тоже вызвал дополнительное горение жоп у своих же зрителей. Ну и еще один момент, который меня, мягко говоря, поразил во всей этой истории. Это продажа флешек с неким трехминутным кринж-видосом, который имеет отношение к фильму за 3500 рублей. Эта флешка давала право войти на фильм без билета. Вот фрагмент этой бредятины. Вы не понимаете? Я очень голодный. Очень голодный. Давайте order пицца. Грэйт диа, комрад! Я хочу эти пепперонни. Я хочу пепперонис! Но я люблю пепперонис, да? Стоп! Мы не должны быть сверху! Азервайз, запица! Будет превращаться в пиццивил. О, нет, что пиццивил? Это бедный спирит. В конце ролика еще будет показана голая жопа, так сказать. Мини-отсылочка от Чакеллы на идиократию. Ну, я оценил. Ну да ладно. И да, уже на самой премьере фильма эту флешку продавали за 2500 рублей. Но Чакелла, но бизнесмен не по годам. И на мое удивление, посетителями этого фильма были не просто школьники, а дети. И откуда у них деньги на такие дорогие покупки, я хуй знает. Что касается самого фильма. Я не буду вставлять никаких кадров, только мои умозаключения будут звучать. Это обзор сюжетов РЕН-ТВ, который прокатали по кинотеатрам. И что касается сценария и сюжета, то его практически нет. 80% фильма главные герои находятся в одной локации. Это машина Жигули, которая находится на фоне хуевого хромака. Хотя снимали все на профессиональной киностудии, на дорогую кинокамеру. Так как Беларусьфильм порожняк не гонит. Ну и в процессе езды на машине, они обозревают, так сказать, сюжеты РЕН-ТВ. И при просмотре фильма, такое чувство, что он отнимает твои жизненные силы. Ты вот смотришь, как будто бы в черную дыру в бесконечность. И теряешь рассудок, впадаешь в депрессию. Именно такие ощущения у меня были при просмотре. Почему так? Ну, я, видимо, Бедлана не выкупаю и не выкупил отсылок на Кубрика и Линча. И отсылки это, в принципе, не то, что делает фильм хорошим или плохим. Это вообще не обязательная составляющая. Но Чакела, как я понял, решил большинство сцен, которые были вне машины Жигули, построить именно на отсылках к различным базовым фильмам. Типа «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «Твин Пикс», «Космическая одиссея Кубрика» и другим фильмам для умничей. О том, что нужно писать сценарий, сюжет прописывать, писать какие-то диалоги. Чакела, видимо, забыл. Но я скажу свое оценочное суждение. Даже в «Зеленом слонике», где диалог между Пахомом и Епифанцевым происходит первые минут 20 фильма, был прописан лучше, чем в фильме Чакеллы. При том, что диалог в «Зеленом слонике» был импровизацией. И дело в том, что во время рекламной кампании, которую Чакела проводил несколько месяцев на своем канале, в трейлерах фильм преподносился как нищий блокбастер с прикольным визуалом. Но по факту фильм не оправдал ожиданий даже его аудитории. Вы можете зайти в комменты под фильм и почитать их мнение. Чакела даже оправдательный ролик потом записывал, рассказывал, что «Да, я обычный парень из Химок. Что вы хотели, хотя бы что-то снял, проба пера и так далее». Но Чакела до этого в 2014 году уже снимал кинцо. Называлось оно «Полтора зауча» с бюджетом в 3000 рублей. Бюджет изначально пытались собрать на бомбстартере, но безуспешно. Фильм высмеивал нынешнюю систему образования. Здесь Чакела впервые попробовал себя в качестве режиссера не по годам и сценариста не по годам. Так что он должен был уже как бы рассчитывать время и понимать сроки, а не оправдываться спустя еще год, когда сделал таки обзор на свою же поделку в стиле «Я диплом писал, у нас были нервные срывы, все переругались, времени не было», ну и так далее. Тем более Чакела учился на режиссера не по годам в университете. И я так понимаю, что фильм «Нержавеющий» стал его дипломной работой. И возможно из-за этого и была такая спешка, и из-за этого фильм так плох. Но когда я делал видик, я опять зашел в комменты спустя 4 года, и под нержавеющим видосом уже 14 тысяч комментов новых, и за 4 года все изменилось. Я там встретил среди сравнительно новых комментов немало позитива. У нового человека может сложиться ощущение, что все окей, всем все понравилось, но нет. Комменты 3-4 лет недавности в большинстве своем негативные, либо нейтрально негативные. Почему сейчас там сплошной позитив, я хуй знает. И это очень странно. Но скорее всего, я знаю ответ. Это рандомые ньюхи пишут, которым Видик в рекомендациях высветился, и они не знают всей истории создания сего шедевра. Ну вот, например. Это шедевр, почему я это пропустила. Мефисто жжет, Велена классная, Сын Дук топ, Егор все крутые, шутки огонь уместны, смешны и самое главное не тупые. Есть вещи бросающиеся в глаза, очевидные пассажи, некоторые актеры переигрывают. Но в целом, очень круто. Или вот еще. Пишу свой отзыв спустя 3 года. И вот что я скажу. Это наилучший фильм от блогеров по сравнению со взломать блогеров, а также недавно вышедшим фильмом блогеры и дороги. Данный фильм выделяется из всех. И на данный момент это лучшая работа. Ну или вот еще последний. Вы с командой сделали невероятное. Это просто не выразить словами. Да, есть моменты, которые ты сам отметил в обзоре, но объем работы, который вами проделан, просто огромен. Жаль, что я не смогла посмотреть в кинотеатре. Вы молодцы. Это крутой опыт. Так что вот видите, как все меняется со временем. Сначала все захейтили. Сейчас же там куча одобрения имеется. Да и я не исключаю того, что Чакелла или его модеры просто большинство негатива вычистили. Либо сам ютуб негатив поблочил из-за новых фильтров на маты и оскорбления. Но я бы в такой ситуации на его месте просто бесплатно выложил бы этот фильм на тетрубы. Не пытаясь выставить это как нечто грандиозное. Не брал бы бабки за вход. Не продавал бы флешки. Тогда все было бы окей. Но рекламная кампания для сети кинотеатров Каро уже была запущена. Миллион был потрачен. Не нужно было получить хоть какой-то выхлоп из этого. Поэтому и были в сети платные флешки с кринж роликами. Вход по полтора косаря и так далее. И из-за рекламной кампании и платных показов в кино и убогости фильма у его же аудитории не оправдались ожидания. И его захейтили как раз из-за завышенных ожиданий, которые сам же Чакелла и сгенерировал. Не очень странно, что тогда в 2018 обзоры на его фильм запилили только блогеры Нунеймы с 10 подписчиками. Ни один более-менее популярный человек не обратил внимания на его подделку. А очень зря, я считаю. Так как сам Чакелла в обзоре на свой фильм сказал, что он смотрел все эти обзоры на свой фильм. Такими красивыми хуйнями занимается. Сучоныши, блять, сука. Все фамилии, блять, нахуй на листочках, блять, записать надо, сука. Еще был один момент в этом фильме, который не только мой глаз зацепил. Там во время диалога между героями в лесу о нелегкой жизни в СЖ-системе Чакелла выдал фразу по типу «Ну вот у меня 800 тысяч подписчиков». Ну да, круто, но поделиться-то не с кем, так как вокруг меня одно быдло и зомбари. Эту фразу достопочтенный Чакелла оставил почему-то без внимания в своем обзоре на нержавеющего через год. А зря, так как ее можно трактовать как оскорбление своей же аудитории, которая живет так же, как он в замкнутой ВСЖ-системе. Но мои отряды разведки достали мне пост Чакеллы 2016 года из ВКонтакте, где звучат подобные заявления. Что-то в последнее время Москва начинает бесить. Выходишь на старый или новый Арбат и попадаешь на сраный сюрреалистический вокзал. Все перекрыто, взрыто, с правой стороны идет клерк, а с левой пьяная, рущая обезьяна. На пути к долбанному Арбату таджики будут раздавать сим-карты, стадо тебя затолкает до синяков, бабки разложат по тротуару свои носки и башмаки на продажу. Короче, пердак горит. Заходишь в Макдук, забиваешься в угол, но, конечно, второй этаж запланируют Арабы в буквальном смысле, сядут между тобой и будут орать через тебя, увлеченно отрещать языком и передавать вещи перед твоим носом. Твою мать, что это за трэш, какого хера центр города превращается в помойку и сброд биомусора. Хоть дома сиди, настроение идет в задницу, скоро встанем с колен. Так что Чакелла, видимо, не отличается большой любовью к так называемым людям и добром. Хотя я советую делать добро и себе, и людям, и не выебываться, почем зря. Ну а Чакелла все-таки богема, куда деваться. Не то, что мы кривозубые крестьяне, которые гайку точат в Макдуке, пожаривая картошечку. Сука, они что думают? Этим сам, сука, и ночью ничего не будет, что ли, сука? Ну а от человеческих качеств Чакеллы вернемся к фильму. Зачем было снимать сие творения? Есть у меня личная шизотеория, зачем? Так как Чакелла позиционирует себя киноблогером, то он наверняка ориентируется на Баткомедиана, о котором в фильме Чакеллы, кстати, было даже пара упоминаний. Ну так вот, Баткомедиана многие киноделы предъявляют в стиле, ну вот ты обзоры только делаешь, а сам сними чего-нибудь. А потом уже пизди. Баткомедиана были, только короткометражки из США, которые были, кстати, сняты лучше, чем фильм Чакеллы. Баткомедиан все-таки что-то домогет, там не было такой коренжухи, как у Чакелла. Но не важно, а вот полного метра у Баткомедиана нет. И Чакелла решил переплюнуть своего кумира, сняв полноценный фильм, прокатив еще и по кинотеатрам его, и получить себе таким образом ачивочку, что вот я смог, значит я круче Баткомедиана. Но получился эпик фейл. А сейчас, в 2022 году, Чакелла снял фильм «Ужастик» под названием «Не шурши». И уже его показывал на своих летних сходках в Москве и Питере, не рекламируя его и не так афишируя, как было с Нержавейкой. Актерский состав там тот же, а о качестве судить невозможно, так как его нет в открытом доступе. И он демонстрировался только на закрытых сходках Чакеллы. Ну и, видимо, работа над ошибками была проведена. Не было уже такой рекламы, не было всей этой помпезности и выебонов. То есть Чакелла поубавил, видимо, свои режиссерские амбиции и поубавил свое СВЧ, то есть ЧСВ. Ну и шли, сука, кал, роняй, а побежала к сену, блять, сука. Ну теперь поговорим о Чакелле как участнике нижнеинтернетовской тусовки. И тут опять нужно будет вспоминать о нашем малышеванечке. Осенью 2018 года наш малыш познакомился с Бобрихой, которая в те времена мутила с Чакеллой. А нашего дотера не по годам она проигнорила и динамила всячески. Даже посмев переписываться с Чакеллой во время встречи с австрийцем. Не Ванюша узнав о Чакелла, о его успехах, о том, что он миллионник, еще и режиссер не по годам. Ванюша тоже решил стать только бизнесменом не по годам, попытавшись переплюнуть Чакеллу в глазах куринки, создав в 2019 году свою Ванамас-арену. Не рассчитывал таким образом, видимо, привлечь Бобриху к себе, так как опять-таки на одном из стримов он бормотал себе под нос, что арену для Кариночки строил. Так что, возможно, мы должны кланяться Чакелла за то, что он побудил бизнесмена не по годам в постройке так называемой Ванамас-арены. Но это не более, чем моя шизотеория, ребятки. Не стоит относиться к ней серьезно. Однако Ванюша очень не любит Чакелла. Раньше постоянно обсуждал его, говорил, что он жирный, подписчики у него накручены, рейдил его. И также у него есть папочка на компе, точнее документик под названием «Адреса Чака». Это кто? Это, короче, это, блядь, это... Ну, он обзорами кино, короче, занимается. Ну, один из обзорщиков. Ну, есть там вот этот бэткомедиан, он самый топовый, а это такой второй эшелон, короче. Вот он запустил стрим, короче. И он, короче, встречался с тёлкой моей мечты, блядь. Вот, поэтому мы его сейчас ебём. Ну, ебём так не сильно, поёбываем, так сказать. Как Карина Шпаг в плане секса, деду надо знать. Карина Шпаг, блядь. Ебём, блядь. Кино пустая трата времени, пишите. Кино пустая трата времени. Ну, и сам Чакелла, как он не пытается делать вид, типа ему похуй. Он знает его в Аномасе, его всей движухе, так как он был замечен на стриме Симонова. Так что и этот видос, я думаю, он увидит. Не когда-то год назад я сам зашёл на стрим Чакелла и чё-то там спросил про Курину Шпаг. И модеры меня тут же заблокировали. Да, ещё сейчас пришёл на ИТИ, и я вспомнил, что таки недорассказал, в чём мои претензии к этому так называемому фильму. Но я не кинообзорщик, мне трудно кино подгонять под определённые стандарты, как это Бэткомедиан делает. Вот фильм Дов от Нолана, полное говно и духота, на мой взгляд. На такое только с Тиндеровичами ходить и сосаться на заднем ряду. Вот таки фильм Чакеллы. Это чисто проходняк. Только саундтрек сносный, всё остальное не бэ-ни-мэ. Это и не фильмы, не обзор. Просто невнятный набор рандомных сцен, абсолютно не связанных с собой. Актёры же играют на троечку с минусом, сразу видно, что это любители. Уровень игры примерно как в кринж-картинах Хавани, типа Озон или Арена Терпения, за которые, кстати, Хаваня деньги не просил и в кинотеатрах их не прокатывал. Спецэффекты в нержавейке ни о чёмное. Более того, мне кажется, что изначальная задумка с мини-блокбастером была выброшена в мусорку в силу недостатка терпения, умений и времени. И была сделана подделка на скорую руку, так сказать. Как говорится, критиковать чё-то кинцо проще, чем делать самому. Но я бы и такое не снял. Я свой додик панк-альбом уже лет пять не могу записать. Так что куда мне до Чакеллы? Но по всем пунктам сценарий, графон, операторская работа, диалоги, монтаж, даже хромак был запорот. Короче, везде тройбан с минусом. Только работа со светом в паре сцен была неплохая. В общем, как дипломная работа выпускника режиссёрского факультета нищего универа, это нормально. А как полноценное кинцо, это плохо. А более детальные обзоры на фильм Чакеллы вы можете посмотреть на Татрубах. Их есть штук пять где-то. И там всё детально обозревается, каждая сцена разбирается, так сказать. Так что вот такие вот дела. Пока что на этом всё. Пишите письма и всего вам доброго.